И вечная любовь существует в этом мире, она есть, но она существует между мной и Богом. А мы думаем, что она должна существовать между мной и другим человеком. В этом заключается наша ошибка. Мы не знаем, что вот эта вот любовь чистая, светлая, которую мы ищем, ждем, она существует, реально. Но она труднодостижима. Надо сначала стать очень возвышенным человеком, чтобы получить. Даже с человеком можно иметь отношения такие, такую возвышенную любовь. Но она не имеет природу жажды и сильного желания и наслаждения. Эта любовь чистая по природе, это другой вид любви, уже второй вид, чистая любовь. Она имеет чистое, светлое чувство. И эта любовь не наслаждение, а любовь самоотдачи, служения. Вот допустим, как бы я себя, я могу себя вести двумя, двух вариантов. Допустим, я чувствую в ваших глазах любовь. Я могу так сесть, как бы. Спасибо вам, что пришли, так классно. Понимаете, но вам эта любовь не принесет счастья, стопроцентно. Потому что если человек пользуется любовью, то есть я могу воспользоваться, вы, допустим, ко мне хорошо относитесь, я могу воспользоваться. И просто расслабиться, и все. И сидеть, мне же хорошо, вы все любите, все у вас хорошее. Ну, большинство людей, хорошее ко мне чувство. Вот, я могу расслабиться, но вам будет противно даже на меня смотреть. Понимаете, то есть эта любовь, она, вроде бы ты наслаждаешься, но по факту оказывается, что это не приносит счастья, нет взаимообмена. Потому что настоящее правильное понимание, что делать, нужно дарить себя людям, причем дарить честно и чисто. И тогда это вызывает уже настоящее счастье. Ну, то есть я буду испытывать, испытывать счастье от того, что я делаю, буду, но об этом я думать не буду. Я, если я начну об этом думать, то я расслаблюсь просто. Мне надо отдавать. Тогда все будет нормально. Я не буду расслабляться. Продолжение следует... Продолжение следует...